Отпетый каменский игроман по имени Руслан сначала едва не пустил в свою жену Ольгу, школьную учительницу с двумя детьми померу. Их квартиру за долги чуть не продали с молотка. А когда денежные проблемы женщина утрясла, решил вернуться в лоно семьи к бывшей. Ломился за порог и стращал экс-супругу, пока полиция не вмешалась. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в квартиру к бывшей жене, где проживают мои дети. Устроил скандал, сломал дверную ручку, глазок сломал. Об этом очень сильно сожалею. В настоящее время приношу свои искренние извинения супруге, детям. Семейная лодка дала трещину и начала тонуть несколько лет назад. Руслан втихушку делал ставки и вдрызг проигрался. Нахватал долгов и, чтобы не потерять квартиру, убедил жену оформить на себя миллионный кредит. Доверчивая Ольга деньги отдала в полной уверенности, что теперь-то все денежные проблемы позади, пока не узнала, заглянув на сайт госуслуг, о том, что на ней висит долг в полтора миллиона. Муж признался, что все деньги просадил на ставках. Женщина, не выдержав, выставила супруга за порог. После огласки у Ольги сыскался даже тайный меценат, который закрыл остаток долга. Руслан, просматривая новости, узнал о том, что с квартирой все в порядке и решил вернуться к бывшей, но Ольга его не пустила за порог. И тогда мужчина стал преследовать экс-супругу. Набухавшись, сломился в квартиру, сломал дверную ручку и даже по информации портала Е1 поджигал в подъезде электрощиток и забрасывал бывшую проклятиями и угрозами, которые отсылал ей по WhatsApp. Испуганная женщина звонила в полицию. Агрессора силовики забрали. Тот подписал протокол и все повторилось. Жизнь Ольги превратилась в сущий ад. Женщина по нескольку дней боялась выйти на улицу, полагая, что изгнанный супруг подстерегает ее где-то во дворе. После четырех заявлений полиция заставила Руслана записать видеообращение с извинениями. Раскаиваюсь во всем, готов понести полностью всю вину, потому что данный судейный поступок не является мужским, он является поведением, очень низким поведением данного я себе никогда не допускал. Также дополняю, что, будучи в состоянии алкогольного пенения, мог высказывать угрозы в адрес супруги и либо иные угрожающие слова с употреблением мата. За это также извиняюсь, прошу прощения тысячу раз. Ольга публичному покаянию бывшего мужа не особо поверила, утверждая, что извинения она от него и прежде слышала, но потом агрессия повторялась. И она просто устала прощать и терпеть.